Я хотел спросить у вас, бабушка, а вы что, действительно считаете, что Игнатий Тихонович Лапкин это раскольник? Игнатий Тихонович Лапкин раскольник вы считаете? А я ничего не касаюсь, это не мое дело. Но вы с людьми-то разговариваете же, а сами-то как вы думаете, лично ваше мнение, можете сказать? Я ничего не касаюсь, говорю, молчу и все. Да нет, вот мы с вами разговариваем, вы мне можете сказать, как вы думаете? Нет, батюшка, дело-то серьезное, потому что он мой товарищ, друг, Игнатий Тихонович. И если вы считаете его раскольником, то я, значит, получается, раскольник. Ничего не касается, меня слышно, Игнатий Тихонович, все не надо понимать. Так это, если вы его считаете раскольником, то, может быть, вы заблуждаетесь? Я никого не читаю, никого не касаюсь. Максим, иди, батюшка. Ну вот, то, что приезжали к ним епископы, Максим приезжал, сейчас Сергий, Алтайский епархий. Они же с еретиками не будут молиться, литургию вместе проводить, так ведь? Службу эту, вот в храме, вот они вместе с Игнатий Тихоновичем фотографируются, епископ Сергий. Или вы думаете, что епископ Сергий тоже еретик? Раскольник. Ничего я не знаю. Ну как не знаю, вот это, я вам, Нина Ивановна вам прочитала, так вы уже давно знаете, вы раньше меня его знаете, Игнатий Тихоновича, раньше меня. Игнатий Тихонович, вы раньше меня знаете. Ну, по его трудам-то можно понять, как он это, Раскольник или нет? Ну, все трудно, все сказать. Ну, с вашим опытом-то. Ну, с вашим опытом-то, как он мне опытом-то. У вас опыт колоссальный? Да. У вас это, вы знаете все каноны церкви, догматы, и опыт общения с людьми у вас большой. Вы же духовник. Нет, я никому не не духовник. Ну, раз вы исповедовали людей... А сейчас никого не исповеду я. Ну, сейчас, да. Но опыт-то остался. Вообще-то был уже. Так все-таки, как вы, батюшки, к нему относитесь? Как к Раскольнику или как к православному человеку? Ничего не знаю, ничего не касается. Это не мое дело. Ну, вот, ну, как не ваше дело? Вот мы съездили тут раз в Потеряевку, приняли крещение. Это правильно, батюшки, или нет? Вы уже знаете, зачем я спрашиваю? Ну, когда вы меня крестили, вы меня не погружали. Вы просто макнули в купель головой, и все. Поэтому это крещение, я посчитал, что оно неправильное. Потому что не было погружения. А раз крещение неправильное, значит, оно недействительное. Согласно 50-му правилу апостольскому, если без погружения крестят, значит, это такой священник извергается, и сана должен извергнуть пыль. А если стоишь на бетонном полу, или на деревянном, без погружения, это нарушение канона в церкви. Поэтому это крещение однозначно считается недействительным, потому что оно неправильное. Поэтому и мы совершили крещение правильное, чтобы перед Богом... Если бы я не знал это, что неправильное крещение, это одно, а если бы я узнал, что оно действительно неправильное, потому как я должен жить, зная, что меня крестили неправильно, нарушая каноны церкви. Это же был обман был, ложь с моей стороны была бы. Поэтому, чтобы не было обмана и лжи, чтобы перед Богом, мы сделали с Ниной Ивановной то, что поехали, и там отец Яким нас крестил правильно, без меры помазания. Потому что меры помазания было совершено без нарушений. Мы что-то Булгакова читали, там написано все. Я Булгакова читал, потому что Иоанн Булгаков как раз и пишет, что действительно... Ну и все, будем говорить, так я хотел у Вас узнать, это неправильно или правильно? Я Вас не называю. Игнат Тихонович, мой единомышленник, можно сказать. У меня... Я нашел своего единомышленника. И не просто единомышленника, его мысли, они мне на сердце ложатся. И они мне это сердцем и отвлекаются на его слова. Я понимаю, что он прав. Нарушать каноны категорически нельзя. Грех-то основной какой? Что крестили, безбожников крестили. Допускали до чаши, кого хочешь, в церковь допускали. Крещение, это же вход в церковь. Значит, допускали всех, кого попало. И еще обманывали народ, что будто бы это правильное крещение. Вот в чем грех-то. Никто не учил святых отцов, что нужно крестить вот таким образом. Только больных можно крестить обливанием. Больных лежачих. Но не здоровых. Почему вы купель не сделали в храме? Большую для взрослых, чтобы можно было крестить. У вас же там целые народы-то сколько приходило в 90-е годы креститься. И всех крестили неправильно. И потом, после этого, то, что Игнать Тихонович это открывает, что неправильное крещение, вы его называете раскольником. Разве так можно? А вот епископ Сергий приехал к нему и отслужил вместе с ними службу, литургию. Вместе причащались из одной чаши. Московская патриархия. Кому? Кто прав-то? Епископ Сергий, патриарх Кирилл или вы? Ну, давайте он не скажет ничего. Мудрец такой еще, что. Так мы грех совершили или не грех с Ниной Ивановной? Скажите, батюшка. Вот вы говорите, скоро умрете. Вы придете на суд Божий. Что вы скажете? Вы действительно считаете, что мы совершили грех? Откройте нам тогда глаза, чтобы мы исправились. В чем мы грех совершили? Вы правильно крестили, не погружая людей, или неправильно? Согласно канонам церкви или согласно принятому, как все, все крестят и мы, как латиняне, да? Побрызгивал, одной капли хватит. Латинские обычаи переняли, не погружать. Он сейчас захрапил так специально. Вам же, вы, конечно, может быть, я раньше умру у вас, но по возрасту вы раньше, вы придете первый на суд Божий. Если вы лжесвидетельствовали и обвинили человека в том, что он раскольник, а он не окажется раскольником, как же вы там на суде-то Божьем будете отвечать перед Богом? Если он, какие каноны он нарушил? То, что крещение не было правильно совершено, это однозначно, если любое крещение неправильно совершенное, оно не считается за крещение. А крещение без погружения, оно это однозначно. В 50-м правиле написано, что кто один раз погружает, уже неправильно, а вы ни разу не погрузили. Три раза макнули и все. И так крестили сотни людей, а может тысячи. Вы кого там ввели в церковь-то, вводите через крещение? Куда эти люди ушли? Где они сейчас находятся? Сколько людей вы обманули через это ложное понимание, что как все, так и я крещу? Или не так, бабушка? Скажите, может быть это я не прав? Объясните, может быть я заблуждаюсь, если я заблуждаюсь, чтобы мне понять, насколько, а то ведь это, если я в заблуждении нахожусь, то я куда попаду? Не спасусь? И опять же тогда будет эта вина и ваша. Я вас прошу, чтобы вы разъяснили мне это все. А если не заблуждаюсь, почему вы не признаете свою неправоту? Ну,